23 февраля. День защитника Отечества. Этот праздник напоминает нам о том, что всё самое дорогое, что у нас есть, может подвергнуть опасности, и долг каждого из нас есть, если придётся защитить своё Отечество. 23 февраля. День воинской славы. День защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или полицейским, учёным или фермером, защитник. Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы – армия страны, мы – армия народа, великий подвиг наш история хранит. У этого праздника было несколько названий. День Советской Армии, День Рождения Красной Армии, День Рождения Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота. Сейчас этот праздник называется Днём Защитника Отечества. Почему же именно 23 февраля считается Днём Защитника Отечества, а не любая другая дата? Изначально 23 февраля праздновался как День Рождения Красной Армии в честь победы над немецкими войсками. 23 февраля 1918 года отряды Красной Гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой, над регулярными войсками Кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали Днём Рождения Красной Армии. День Первой Победы стал Днём Рождения Армии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии. Позднее, 23 февраля, ежегодно отмечался в СССР, как Всенародный Праздник, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День Защитника Отечества. Сначала с этим праздником поздравляли, собственно, воинов, кадровых военных и ветеранов гражданской, а позже и ветеранов Великой Отечественной войны. Постепенно традиция видоисменилась и служилось так, что поздравлять и дарить подарки 23 февраля стали не только воинам, но и всем мужчинам и даже мальчикам. Армейский праздник превратился в праздник мужчин и мужского пола в целом. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался Днём Мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан склонны рассматривать День Защитника Отечества не столько как годовщину Великой Победы или День Рождения Красной Армии, сколько как День Настоящих Мужчин, Защитников в самом широком смысле этого слова. Армия – это вооруженные силы нашей Родины, которые защищают её независимость и свободу. В вооруженные силы входят сухопутные войска, военно-воздушные силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, войска противовоздушной обороны страны. Мы славим тех, кто не плакал от боли своей, на слёз не скрывал на могилах друзей, тех, кто мужчиной был, не на словах, тех лучших сынов человечества, тех, кто на страже Отечества. Холодные ветра шумят натуженно, и в тёплых окнах светят огоньки. Солдат в строю, всегда он там, где нужен, будь это степи, горы или пески. С праздником армии, с праздником воинов, с праздником братьев, отцов и мужей, их устремлениями, славы достойными, мир сбережён на планете людей. Солдат в делах, пускай не сахар служба, превыше прочих чувств, отчизне долг, к тому же в трудный час мужская дружба поможет и на выручку придёт. Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с праздником, желаем успеха в делах, счастья, добра, чистого мирного неба над головой. Мальчикам, расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными, помнить о высокой звании мужчин. Продолжение следует... Продолжение следует...